Всем привет! Я Скиф, это игра под названием Yes, Your Grace. Да, ваша светлость. Игра только вышла в релиз и представляет из себя некий такой симулятор короля, где нам предстоит отыгрывать собственно роль этого самого короля, принимать какие-то решения, принимать соответственно последствия этих решений. И вроде как, судя по скриншотам роликов, выглядит все очень даже прикольно и мило. Ну и по отзывам, которые уже есть как в стиме, так и в гоге, это в общем-то достаточно неплохая игра. Но сегодня у нас будет такой некий первый взгляд, посмотрим, что она вообще из себя представляет. Меня уже дико радует вот эта вот песня, которую она здесь встречает в игре. Очень крутая, мелодичная, аутентичная. Не рэпчик, конечно, но достойно, достойно. Я шучу, конечно, офигенная песня. Погнали, погнали, посмотрим. Нас сразу предупреждают, что Yes, Your Grace игра о трудных выборах. Невозможно будет помочь всем нуждающимся. Иногда у ваших подданных могут быть злые намерения, а иногда жизнь может сорвать ваши планы. Ну как всегда, в общем-то, оно и бывает. Если у вас достаточно ресурсов в концу каждой недели, это уже хорошо. Да, ваша светлость, либо ливнуть, мол, ну нафиг. Ладно. Попытаемся отыграть роль короля. Нажмите на просителя, чтобы вызвать его. Одри, проси. Пора, ваша светлость. Так, окей. Мне лучше надеть корону. Давай наденем. Оденем, вернее. Одеть одежду, надеть надежду. А, надеть одежду, одеть надежду. Или типа того, подожди. Вы можете найти перечень своих предметов в левом нижнем углу. Выберите предмет для взаимодействия с ним. Корона. Она уже немножко проживела. Надеть, да. Надеть одежду, одеть надежду. Все, я помню, все нормально. Положить обратно, надеть, надеть. Чтобы выйти из любой комнаты, подойдите к краю крана или кликните на дверь. Ну, логично. Мы тут можем, я так понимаю, немножечко посмотреть, или не можем? Или можем? Не хочешь пыриться на деревья? Ну, ладно, давай тогда выйдем. Это карта вашего замка. Нажмите на стену замка, чтобы попасть туда. Хорошо. У нас тут нифигово-таки владения. А это крепостная стена. Стена... Крепостная? Почему меткие ассоциации? Это стена замка. Ваша милость! Дезертир! Нашли одного из наших. Прятался в хлеву. В хлеву? Почему так поступил? Собик. Их слишком много. У нас нет шансов на победу. Если вы отпустите его, остальные последуют за ним. Наша армия и так скудна, поэтому нам нужна каждая пара рук, способная держать меч. Ваша милость. Так, и я чуть не очень понимаю, какие последствия из этих вот моих действий пойдут. Потому что даже самые трусливые войны необходимы нам. Это что, это отпустить или оставить? Слабакам нет места под моим знаменем. Это казнить его или выпнуть? Давай, даже самые трусливые. Мы победим врага с храбростью, несмотря ни на что. Отпусти его, генерал. Иди и сразись за Даверн. Спасибо, ваша светлость. Слышь, ты что командуешь? Генерал, а ну генерал. Насколько все плохо, генерал? Просто мы в дерьме. Наши люди напуганные. Середина ночи, а так светло, будто нам сварок прошелся по нашим землям. Сам сварок, да? Тонкие стены долго не выдержат, а у нас нет никаких надежных укреплений. У нас не хватает мужчин. Как только враги проберутся внутрь, у нас не будет шансов. Слышите, как кричат? Они готовятся. Нам лучше начать. Я собрал лучников со всех стен. Они ждут вас на стене, ваша светлость. Дверь куда-то. Так, жди, а как мне на стену выйти? Нам надо просто выйти за край экрана и пойти на стену. Тронный зал? Давай посмотрим. Так, тронный зал. Мечи, трон. Одри, ваше величество, здорово. На троне можно посидеть? Ну нафиг эти приключения, давай посидим. Щит данверский. Щит с эмблемой нашего королевства. Его сделал известный кузнец из Гревна. Так, ну я так понял, нам не сюда нифига надо. Слать. Погнали отсюда. Или мне прям надо было подняться? Ну давай попробуем. Стена. Так, генерал. Теперь все в ваших руках, ваша светлость. Я тебя понял, чувак. А вон дверь. Давай в дверь. Да, у нас походу небольшая тут осада организовалась. Лучники, сыновья. Да, верно. Но надо толкать речь. Поднять белый флаг. С этого можно начать. Не, ну мы как бы давай нормальную речь толкнем. Мои братья. Мы выстояли с вами даже в самые худшие времена. Мы доказали свою силу во многих сражениях. И сегодня мы докажем это снова. Мы самые смелые воины. Я предлагаю вам бороться за все, что вам дорого. За Davern. Орет, а громко. Ну, ну эпичное начало. Yes, your grace. Годом ранее. А, это я должен довести до страну как бы до такого состояния, что ли. Три. Два. Один. Я иду искать. А, это прятки. Они что-то не особо прячутся. Это Аврелия некая Ларсурия. Ларсурия. Ты нашел меня? Молодец, отец. Серьезно? Ты думаешь, я настолько в шары долблюсь? Так, ладно. А, я же говорил, что я не хочу играть. А, разве ты не слишком стар для этого? Ларсурия, зануда. Заткнись, Асалия. Попалась. Не надо было выкрикивать оскорбление своей сестре через весь сад. Она всегда все портит. Она так горда, что даже не могла найти место, чтобы спрятаться. Я даже не пыталась спрятаться. Я не хочу играть. В следующий раз, когда ты не захочешь играть, попробуй написать об этом официальное заявление. Ой, подожди. Ты же не умеешь писать. Конечно, я умею. Ты, идиотка. Прекратите сейчас же. Обе. Мило, мило. А это королева Аврелия, да, или не? О, ты же знаешь, я не играю с тобой, дорогой. Ну да. Будем играть с тобой в прятки в спальне, я так понимаю. Так, солнце взошло. Так, ладно. А ты мелко, беги отсюда. Ларсуля, ты такая растяпа. Так, а что нам сделать-то надо? Пошли посмотрим, кто-то еще есть. Седан? А вот ты где, малышка. Нет. Все же так было хорошо. Ты, должно быть, жульничал? Или, или подглядывал? Я требую судебного распирательства над игрой. Ха, как официально. Может, в следующий раз седание? А, седание, а не седан, понятно. Ну, мало ли имена там. Странные, разные бывают. Времена непонятные. Прошу прощения, ваша светлость. Вынужден вас перебить. Хотел предупредить, что ваши ингредиенты скоро привезут. О, все, довольный игр. Трон ждет. Гревна. Неделя первая. Ваша светлость. Уже скоро просители начнут выстраиваться в очередь. Нам действительно нужно сократить время приема. Так, просители пришли, да? Ага, королева, что же ты хочешь попросить? Ну, давай начнем тогда с нее, Аврелия. Ты не мог бы пойти поговорить с Ларсулей, дорогой? То есть она официально в очередь заняла, да? Чтобы с вами поговорить. А я важный король. Я пыталась с ней поговорить, но она просто молчит. Не знаю, что с ней происходит в последнее время. Может быть, она хоть тебе откроется? Вероятно, сейчас бродит на стене замка. Конечно, поговорю, любимая. Так, отлично. Тюремщик, крестьянин и крестьяне. Ну, тюремщик, что хочешь? Ваша милость, я принес плохие новости. Недавние дожди просочились сквозь наши крыши. Крыша кладовки Рухтула. Как и некоторые стены нашего подземелья. В настоящее время только в одном помещении крыша осталась цела. Нам нужно срочно исправить это, пока не стало хуже. В противном случае мы продолжим терять припасы. В конце недели вы увидите в отчете список того, что необходимо починить. Ё-моё. Когда вы встречаетесь с людьми и разговариваете с просящими, ваш советник делает заметку о встрече в ваших архивах. Вы можете посмотреть все записи, нажав кнопку архивы ниже. Семья. Ущерб от наводнения. Ммм. Потребности людей. Так, семья у нас тут. Аурелия. Сеннади вот это. Или Сеннади. Азалия. Арсулия. Господи, кто вам понапридумывал именно там такие завершенные записи. Ну, понятно. Это ничего сложного по сути. У нас тут еще есть некие характеристики. Неделя первая. Они пока у нас как бы есть. Это настроение. Видать, такое себе пятнашка. Ладно, давай, крестьянин, иди сюда. Ваша светлость. Свадьба моей дочери на носу. Поздравляем. Проблема в том, что у нас недо... Что у нас, по всей видимости, недостаточно золота и припасов, чтобы устроить достойный праздник. Что подумают родственники моей дочери о нашей семье? Мы хотим нанять музыкантов, купить немного того восхитительного вина на рынке. Нам понадобится только пять золота и пять припасов. А-а-а, вот наше золото, это припасы, это военная мощь, по всей видимости. Не, ну, слышь, он реально пришел к королю занять денег? Благословляю тебя, конечно. Давай, иди с миром. Попай его. Пошла своей дочери все наилучшего от меня, как бы. Денег нет, но вы держитесь. Вы скупитесь на небольшое количество золота, разве король не должен поддерживать своих людей в трудные времена? Пф, я не могу накормить своих гостей благословением короля. Не, ну, это, конечно, ты прифигел, чувак. Прогуляйте там на свадьбе, черти сколько денег прокутите, они там год поживут вместе, разбегутся, че понту-то деньги тратить. Мы их куда-нибудь в другие дела инвестируем. Ваша Светлость, я пришел к вам представлять свою деревню. Мы хотим попросить у вас золота, семь, чтобы приобрести инструменты, материалы для строительства постоялого двора. Так, постоялый двор. Двор. Окей. Нам не помешало бы место для отдыха после рабочего дня. Хм. Ну, по идее, по идее, по идее, да? Неплохо бы, чтобы у них был постоялый двор. Это крестьяне, это пища, это провиант. Они потом могут провианта подкинуть, скорее всего. Это как бы инвестиция, надеюсь, в будущее. Держите. Надеюсь, это будет лучший постоялый двор в округе. О, и настроение улучшили заодно. Денег, правда, потратили. О, так и будет. У нас какая-то казна не очень. Спасибо, ваша светлость. Так, еще кто-то пришел. Еще крестьянин. Чудовище! Тварь, одетая в черное. Они пришли ночью. Никто не видел, как они пришли. Они напали на деревню. Мы слышали жуткие звуки убийства. Ваша светлость, я прошу вас нанять ведьмака, наверное. Отправьте своих людей, чтобы проверить, что случилось. Найдите ответственных. Не, ну ты как бы описал, конечно, кто-то там на вас напал. Больше рассказывай. Как они выглядели? Яркие, красные головы, короткие, но острые клыки. Их были сотни. С блестящим оружием в лапах. Мы никогда не видели ничего подобного. По-моему, они набухались. Ну-ка, еще больше расскажи. А, это все, да? Ну, разведчика отправляем, других вариантов нет. Генерал должен легко расправиться с этими разбойниками. Спасибо, ваша светлость. В смысле, генерал отправился? Да ты прикалываешься? Я не очень-то хотел. Когда будете готовы перейти к следующей неделе, нажмите на светящийся цветок ниже. А, вот он. Иногда вам может потребоваться увидеть кого-то из членов своей семьи, чтобы продвинуться дальше. Так, ну мы помним, что там в архивах где-то она там гуляет. Постоял двор, мы помогли. Ущерб от наводнения. Это надо спуститься в тюрьму куда-то там. Тут какие-то монстры неведомые. А сфигали генерал у нас ушел? Я, конечно, так и не понял. Семья Ларсулия. Так, кто-то там Аурелия или Азалия. Так, где-то там на стенах гуляет. Пойдем попробуем выяснить, что она там хмурится. Сад. Подземелье. Вот в подземелье нам надо. А тут как бы отмечено, да? Стена. Пошли на стену. Пообщаемся. Семейные дела, значит, порешаем. Вот она. Что ты тут придумала? Ларсулия. Это ты? Прощай. Как бы ничего не обещай. Ладно, тебе нужно перестать ссориться. Ты хочешь поговорить о том, что произошло в саду? Нет. Я порядке, отец. Почему ты не хочешь играть с нами? Давай так спросим. Раньше ты знала все лучшие места для пряток, помнишь? Может, не больше не пять лет теперь? Я вижу, что что-то не так. Все в порядке. У тебя не дел? Сказали, была грубой. Давай на этот аргумент надавим. Я не знаю, где твоя сестра научилась быть такой грубой. Я оставлю тебя с этим. Конечно. Конечно, просто мировой батя. Поговорили, так поговорили. По-моему, вообще ничего не изменили. Сад, сад. Давай в подземелье сходим? Все хуже, чем я думал. У нас пока еще есть место для заключенных, поэтому мы должны сосредоточиться сейчас на зданиях, которые требуют большего внимания. Я составил список вещей, которые нужно починить. Вы увидите в своем еженедельном отчете. Это дорого нам обойдется. Конечно, конечно. Там крестьянин сидит в тюрьме. Тут вот у нас дырень. Мы тут можем походить погулять. Но сейчас мы ничего походу не можем сделать, да? Тогда сходим в сад. Азалия. Да, отец. Можешь объяснить, что за драка была в садах? У нас когда-то были лучшими друзьями. Ты имеешь в виду, почему Ларсулия строит из себя взрослую? Да, это я имею в виду. Она раздражает меня. Вот и все. Вам нужно перестать враждовать. Я не могу заставить тебе нравиться ей. Вы не должны быть лучшими подругами, но она твоя сестра, и тебе нужно перестать обижать ее. Эм, хорошо, отец Я попытаюсь Ну, надеюсь на это, да А ну, мы вроде бы все посетили, везде прошлись И давай за конь Что произойдет Это ваш еженедельный отчет Здесь вы можете увидеть еженедельные доходы и расходы вашего королевства Ага Вы можете купить обновление и улучшение для замка в верхней части экрана Чтобы купить обновление, просто нажмите кнопку ниже Его стоимость будет добавлена к итоговой сумме внизу экрана Итак, давай думать Обновление Кладовую чинить, да, двенашка аж целая Прилалок Получай 2 золота в неделю за 15 еды Ремонт театра снимает штраф с казны за неподдержание удовлетворенности Ага То есть у нас тут такие всякие вещи, да Сломанный театр казна Минус К морали, по всей видимости Сломанная кладовая Минус к еде Генерал минус деньги Почему-то Налоги нам пришли какие-то Мы можем что-нибудь починить Так, кладовую, да, у меня текущие ресурсы 25 монеток Ресурсы нам желательно не расходовать И это Починить И пока что, наверное, больше ничего Посмотрим, что там дальше Гревна Неделя вторая Так, генерал притопал Родол... Нифига себе Ларсулия, кстати Крестьянин Да, все к батьке Все сюда Ресурсов не так-то много Ваша светлость Никаких признаков чудовищ Однако мы наткнулись на этих разбойников Они грабили деревню Красная голова Острые зубы Герб Родови Родови, или... Я думал, что их можно найти только в книгах и старых рукописях Ну, похоже, у нас тут в зале тоже присутствует один Скажи-ка Так, это вот этот, да? Почему ты здесь? Что ваши люди делали возле нашей деревни? Мы просто зарабатываем на жизнь Кто-то бы мог называть это грабежом? Я назвал бы это Тяжелой работой А кто твой лидер? У тебя есть король? Или ты просто беспризорный вор? Мы свободные люди Мы не кланяемся королям или лордам Смелые слова для того, кто вторгся в другую страну Смелый и глупый Угу Ну, окей Достаточно услышал Мы не можем позволить варварам грабить наши земли Разграбление и убийство невинных людей? Нет сомнений в том, что этот человек должен ответить за свои поступки Интересно Щадить его смысла нет Он разбойник, правильно? Стоит ли его бросить в темницу Либо же казнить? Если мы его казним, это радикальные меры Это может что-то спровоцировать Давай пока бросим в темницу Ты будешь гнить в клетке Не хотите отпускать меня, но и кишка танка отрубит мне голову? Мои друзья с удовольствием послушают рассказы о ваших трусливых поступках Мне надо поговорить с Аврелией по этому поводу Не, я просто боюсь, что нам аукнется его смерть чем-нибудь Что ты думаешь об этом, Одри? Родовьянс, вот Как бы они прошли через горы? Зачем им угрожать войной? Это много вопросов, но не нужны ответы, Одри Прости меня, ваша светлость Я просто озадачен Возможно, стоит подумать о возобновлении некоторых старых договоров Поговори со старыми друзьями Посмотри, кто может нам помочь С нашими нынешними ресурсами война принесет определенное поражение Я сделаю некоторые приготовления Ну ладно Ларсуля, иди сюда Отец, у меня вести Асалия убегала ночью замка на прошлой неделе Я столкнулась с ней, когда она возвращалась в комнату Мне кажется, она была пьяна Она не сказала, где была Глупышка проболтала с Седани А та мне все рассказала утром Они болтают все время Думают, я их не слышу Глупышка, не говори так о своей сестре Что с тобой такое, Ларсуля? Асалия тайком пробирается на какую-то свадьбу Напивается там Но ты спрашиваешь, что со мной такое? Ну ты как бы стукачка, держу в курсе Для подростка нормально какую-то фигню творить Мне лучше поговорить с Асалией об этом Вы, девочки, сведете меня с ума Пришла, настучала, такая беспалево Ну и еще какие-то крестьяне И лорд Занятно, давай пообщаемся Ваша милость Мой сын пропал Да, он глупый маленький мальчишка Но все же он мой сын Я прошу вас помочь нам найти его, ваша светлость Есть ли шанс, что вы могли что-то сделать Так Всем детек дать? Найти один из генералов Ооо, блин Генералов посылать на поиски ребенка Так, с другой стороны, деньги отдать тоже не могу Ладно, топый генерал Он поспрашивает в округе и посмотрит Сможет ли он найти Вашего сына А, я надеюсь, что он все еще цел Спасибо, ваша светлость С другой стороны, тут же То разбойники, кто еще кто Поэтому, возможно Генерал, это неплохая идея Что тут в архивах пишут Так, король послал разведчика искать сына Потребности людей Надо их тоже удовлетворять Как ни крути Но адекватные потребности А не просто побухать на свадьбе Меня зовут Эттона Я владыка Бранки Ваша светлость Я буду настолько простым, насколько это возможно Кто-то похитил мою дочь Я не ожидаю, что я заплачу 12 золотом Чтобы вернуть ее Дело в том, что я выследил их И даже знаю, где они ее держат Я все спланировал Мне просто нужен один из ваших генералов Чтобы помочь мне вернуть ее Упс Я генерал только что сбагрил Или я мог бы просто заплатить выкуп В любом случае, мне понадобится ваша помощь Ваша светлость Генерал Адам Могу же? Что-то у нас по нулям тут написано Твою мать, да Твою мать Оооо Давай заплатим, ладно Давай не будем давать им повод причинить вред Вашей дочери Да, ее безопасность самая важная вещь Спасибо, ваша светлость Я дам вас знать Как оно идет Черт Вот сюда надо было генерала высылать Вот как тут угадать, да? А на то дело можно было и денег потратить Я бы еще и дешевле это все обошлось не по итогу Пьетро Ваша светлость Я боюсь за свою жизнь Я думаю, что кто-то пытается меня убить В чем дело? Я думаю Я думаю, что кто-то следит за мной Они хотят меня убить Кто эти они? Я не знаю Откуда мне знать? Я ничего не сделал Верно? Мне лучше уйти Серьезно Зачем мне с прибубахом-то чуваков посылать? Так, ладно Пойдем быстренько осмотримся Там нам надо пообщаться Семейные дела порешать А где опочивальня? Надо проедать королеву Так, подземелье Давай проверим, что там с подземельем Мы же денег вроде как выделили на что-то Или не выделили А ну тут вот в тюрьме солдат Тюремщик Просто осматриваюсь Или я за кладовую заплатил, да? Ладно, сюда нам не особо надо покоя А во, покоя, слушай Сад В покоях мы с кем-то должны пообщаться Я могу с Аврелий пообщаться А, во, наша почивальня Аврелий Я Любимый Варвары приходили к нам на этой неделе Да, вот родовцы некие Один из их бандитов был доставлен в замок Родовцы? Это не может быть правдой Как думаешь, это насчет твоего Нашего обещания? Может быть Что думаешь? 13 лет назад мы пообещали Руку нашей нерожденной дочери Бандиту Бэрон, не так ли? Это имеет значение Спустя 13 лет в нашем замке Появляется родовец Будь я проклят Да, Ларсурия скоро станет женщиной И нам нужно будет найти ей мужа И Бейрон, злодей, придет Чтобы заставить меня выполнить свое обещание Как насчет ведьмы Ну и что теперь? Что мы будем делать? Если Бейрон когда-нибудь появится Чтобы взять руку нашей дочери Надеюсь, никто ему не поверит Нам просто нужно вести себя так Будто бы Мы ничего не понимаем Если он не появится с войском, конечно Не глупи Как простой человек может позволить себе войско? Даже мы не можем Как родовцы могли добраться? Да, да, верно На этом этапе все кажется возможным Ты отправил бандита в темницу? Может быть ты мог бы спросить его Посмотреть, что он знает Посмотрю, что я могу сделать Так, ну ей страшно Оставайся здесь, конечно Мы осмотреть не можем сундук Жесть тут, короче, получается Интрига назревает Не кислая Ну и потопали Пообщаемся Да нет Вот сюда пообщаемся Да, отец В деревне В деревне была свадьба Я слышал, что в деревне Недалеко от Недалеко от нашего замка Недалеко от Недалеко Найс Была довольно хорошая свадьба Это была неплохая свадьба Но я слышал, что могло быть еще лучше Если бы мой отец не был таким скупым Расскажи-ка ты мне все Вот же зараза, да Почему она разболтала это? Как она узнала? А, конечно Седание 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 Я беспокоюсь за тебя Тебе не нужно беспокоиться Ничего не произойдет Ты знаешь, что там? Что могло бы произойти Если бы кто-то наткнулся На принцессу в деревне Все эти пьяницы Головорезы Ничего не случилось, отец Я была одета по-другому Я была осторожна Я ведь не глупая Я знаю, что делаю Все, что я хотела Это немного веселья Ларсулия сказала Что ты напилась Это ложь Я знаю, что я делаю Я могу позаботиться себе Который раз Ах, Ларсулия Поскольку ей исполнилось 13 Она думает, что вы Заставите ее выйти замуж За какого-то жирного Тупого принца И отправите ее В другой замок Если она намеревается Остаться такой же Вшивой крысой То, возможно, это будет И к лучшему Вот почему она В последнее время капризничает Возможно Но это не отменяет Того факта, что она Ужасно раздражает Ага Типа она из-за этого и капризничает Что не хочет Сваливать с кем-то неведомым И это не меняет Того факта Что ты все еще Обзываешься Я запрещаю тебе Выходить за пределы замка Так Ты больше не будешь Играть в игры Посещение рынка Или верховой ездой А не знаю Никаких рынков Я запрещаю тебе Посещать рынок Что я должен делать Внутри этих Богом забытых стен Ах Глупая Ларсулья Я преподам ей урок Хватит обзываться Мне бы лучше Поговорить с Ларсулья Лады Тут еще можно этого Типа подопрашивать Я не знал Что король спускается В темницу Поистине честь Достаточно игр Скажи мне Что ты знаешь Почему ты здесь Я полагаю Это один из способов Убить время В этой Темной логове В этом темном логове Понимаете Бэрон Этот сумасшедший Думает Что люди Последуют за ним Продолжает Бушевать По поводу Некоторых Обещаний Один из Семи королей Отдаст ему Свою дочь Он думает Что у него Есть шанс Смешаться С королевской Семьей Я до сих пор Не могу решить Он странный Или Да С переводом Явно Как это беда Верят в эту Койку Че Я тоже Не верю В эту Койку Да Но хорошо Мы его не казнили По крайней мере Давай закончим Неделю Так С Ларсулией Поговорить На стене Замка Погнали Поговорим Раз Такое Дело Она тут Свой досуг Максимально Бесполезно Проводит Как обычно На стене Так А Саля Рассказала Мне Что происходит Я думаю Твоя мама И я Понимаем В чем дело Прости Что не догадались Раньше О Ну и в чем же Дело Тебе Не придется Выходить замуж За незнакомца Мы позаботимся О том Чтобы хорошо Узнать Принца До свадьбы Хм Время покажет Отлично По крайней мере С ней Пообщались Ну и Давай Теперь Завершим Неделю И посмотрим На расходы По факту Я только Ремонт Театра Могу Строить Мы тут Денег И так Потратили Да Поэтому Продолжить Гребна Неделя Третья О Птица Прилетела Дорогой Эрик Мы пересекли горы Мы придем за тем Что было обещано Ибо боги Одарили нас силой Бэрон Король Родовия То есть У них все таки Есть король И там где есть король Есть и войско Что за ересь Они несут Какое обещание Чтобы предложить Руку моей дочери Что Как Вы никогда не упоминали Об этом Ваше высочество Я не думал Что мне придется Сдержать свое слово Мы не можем Позволить варварам Захватить трон Наша казна Почти пуста Но мы всегда Можем найти союзников Я позволю вам Приступить к проверкам А я тем временем Подготовлюсь Я буду в зале советов Ваша светлость Жестко Тут банкир Крестьянин Торговец Крестьянин Ну интересно Интересно Думаю на этом И закончим Интригует Интригует Есть некая сюжетная Конва Есть вот эти все Семейные Перипетии Есть прочие Разные дела Есть ваши Решения Есть соответственно Последствия Этих решений Круто А есть еще вот этот Красный Красный Классный А Саундтрек Блин Реально Кайфовый Блин Я забыл о чем Хотел сказать Потому что реально Клевая музыка В общем На мой взгляд Достаточно годная Интересная игра Самобытная в чем-то И более чем Играбельная Да Тут какого-то Полноценного Суперсложного Геймплея Это нет Но как некий Такой вот Экспириенс Вполне себе Может зайти На этом же Всем спасибо За просмотр Не забываем Подписываться На канал Ставить лайк Если вам понравилось И всем Все хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok